Я хочу вас поздравить с первыми десятью месяцами прошедшего года. Вот так примерно. Вообще надо сказать, что в России, особенно в переходные периоды, замечательная обычаи поздравлять с наступающим на нас годом достаточно подозрительно, правда? Поздравляем вас с наступающим на нас годом. Поэтому давайте будем благодарны. Поздравим друг друга с 97-м годом. Особенно с первыми его десятью месяцами, скажем так. Может быть даже десятью с половиной. Почему можно поздравить? Да очень по-многому. Россия всерьез ни с кем не воевала. Поздравляю. Война в Течне не возобновилась, хотя вполне могла возобновиться. Никакой новой мы не начали. Никакого братоубийственного столкновения в Москве случайно не произошло. И даже, может быть, за этот переходный период была предпринята попытка, последняя, видимо, членораздельного проведения реформ. Я совершенно не прошу вас, как я уже говорил, любить Чубайса. Любовь к Чубайсу – чувство странное и посещающее немногих. Но надо сказать, что на самом деле ему дать год на работу должны были коммунисты. Потому что на самом деле что-то произошло-то. На самом деле противники Гайдара и Чубайса делают так, что они не имеют права ни в чем их обвинять. Это понятно? Кому непонятно, разъясняю. Потому что после того, что произошло со страной и до чего она была доведена, начались реформы, да? Нормальные реформы в такой стране, но минимум нужно три года. Гайдару не было дано одного. Его никто не имеет права ни в чем верить. Чубайсу в более легкий период, когда что-то сделал. Надо было дать хотя бы год, когда бы могли что-то горлопанить. Его не дали. И все перешло в странное состояние болота, которое нам так соприродно. Шаг вперед, два шага назад, два шага вперед, шаг назад и проваливаемся. Но, видимо, в этом есть своя большая правда. В конце концов, медный всадник стоит на болоте и камень вытащен из болота. Так что это наша родная обстановка. Но, тем не менее, первые десять месяцев были без войны, без крайних мерзостей. И была попытка членораздельная, которая кончилась. Не имейте иллюзий. Вот самолеты и падать стали. Вот. Ну и начался бред, о котором я уже говорил. И снятие с экрана Сорокиной – это символ всего, что произошло. И то, что у нас снято в Фронидзе – это тоже символ всего, что произошло. Вот. Вот такая история. Но с первыми десятью месяцами я хочу вас поздравить. Это была попытка, может, последняя. Вот впереди наступает Новый год. Я не поздравляю вас с ним. А советую всем быть в своем маленьком участке жизни и действия настороже. Это будет опасно. Может появиться спаситель. Очередной. Какой-нибудь гусь, да? Или лебедь, да? Или уж прямо Владимир Вольфович. А почему бы нет? Вон какие успехи. Вот. Так что вот такие дела. И вся радость наброска за ним. Вот. Но мордь пронесет. Поэтому будьте насторожи. Так что я вас поздравляю с прошедшим годом. И сожалею об его нескольной неудачной концовке. Но, впрочем, пока что еще не ужас, а просто нормальное российское состояние болота, с которого мы начинали, да? И из которого пока не выскочили. Это наша миссия – нести в мир хаос и болото. Она очень важная. Мне просто это немножко надоело. Но, может быть, я не прав. И надо еще одно тысячелетие прозаниматься этим же. Мы как хотим. Я бы хотел как-то сменить амплуа. Надоело. Вот. Это так, к слову. Теперь, продолжая прошлую тему, несколько слов о Петербурге. Я заметил, что вам понравилась моя периодизация после Петровской российской истории. В целом, залу она понравилась, правда? Период всадника. Абсолютизма, да? Период коня, который скидывает всадник и начинает сам перебирать ножками, да? Период змеи. Ну, понятно, да? Ну, а дальше, таинственный период, ну, вообще приходит время каменной волны, которая катится дальше. Кстати говоря, эта каменная волна создаёт очень важную вещь в образе этого всадника. На самом деле, Александр Сергеевич, когда он по свидетельству Адама Мицкевича пророчествовал, похоже, они с Адамом Мицкевичем, как это обычно изображают на картинках, смотрели на всадника спереди. И спереди, действительно, ситуация довольно катастрофическая, скажу, если близко подойти, правда? Прямо над собой нависают копыта, грудь, морда. И вообще полное впечатление, что он ещё рванётся и обрушится вниз. Вот. Не так ли ты над самой бездной, на высоту уздой железной, Россию вздёрнул на дыбы? Но если смотреть сбоку, ситуация равновешна, на самом деле. Потому что движение коня, конечно, сдержано. Но, конечно, он может рвануться. Но не в этом главное дело. Дело в том, что постамент, на котором стоит всадник, это каменная волна. Мы говорили об этом в прошлый раз. А у волны есть присущее ей исконное чувство, свойство движения. И поэтому волна под всадником тоже движется вперёд. И поэтому порыв вперёд всадника и возможность его обрушиться вместе с конём уравновешивается этим невольно домысляемым нами движением волны. Так что в основе лежит таинственное движение каменной волны. И вот это потрясающий образ этой скульптуры. Вы бы не знали, что вообще думал вначале Фальконе, и что им предлагали различные замечательные умники, вроде Дидро. Знаете? Сделать такую каменную горку, да? А с четырёх разных фигур четыре обнажённые женские фигуры, которые растворяют различные достоинства. И с разных сторон постирают к нему руки. Представляете, что бы было? Вот. А вместо этого появилась вот эта поразительная вещь. Ну так вот, в наш период, так сказать, перехода от периода змеи, совершенно непонятному периоду движения, да, каменной волны, было некое новое явление в образности Петра в Петербурге. Мы немножко об нём говорили, но я сейчас всё-таки коротко напомню. Оно было отмечено. Оно было появлением Шемякинского Петра, отмечено. Который явился, во всяком случае, не из земной реальности. Сначала фактическая сторона дела. Миша Шемякину захотелось поставить своего Петра в Петербурге. Ну просто захотелось. У Шемякина бывают желания. Понимаете? Пётр у него был сделан. Не наше дело для чего. Как, да? Ну, в общем, Пётр был сделан. Шемякин захотел. Поскольку эпоха была такая, Шемякин знаменитый, пострадавший, Шемякину всё можно. Вот. Вначале он хотел, была у него светлая мечта, по-моему, говорил, поставить его в летнем саду. И как он блистательно сказал, чтобы дети играли у него на коленях. Представляете, поколение детей, поигравших на коленях у Шемякинского Петра. Вот. Кроме того, как мне сразу сказалось, не могу не повториться, совершенно уверен, что сбежал бы Крылов. Вот. Просто так взял бы книжку, да, может быть, журавля ещё, да, и дёрнул бы оттуда. Вот. Но эту мечту Миши не дали осуществить, но зато сделали лучше. Да? А дело было так. Как раз должны были решать вопрос, переименовывать город или нет, помните? И на самом деле в пользу Петербурга высказались два человека. На самом деле три, но третий не играет существенной роли. Третий патриарх. Вот. Это не так существенно. Важнее, что высказались Шемякин, да, и Горбачёв. И они-то и решили имя города в сторону Петербурга. Потому что социологические опросы показывали, что небольшим преимуществом за неделю победят сторонники Ленинграда. Но тут смешалась амнистика. Я однажды в начале июня вышел в Эрмитажный сад внутри Онида, а он сидит. Вот. И куда, вы думаете, он смотрит? Он смотрит сквозь решетку Зимнего дворца на Александрийский столб. И вбирает. То есть лучшей иллюстрации по строениям Даниила Андреева Коста не найдешь. Наше дело, накачивался имперской силой, смотря на Александрийский столб. Вот народ просто балдел. В Эрмитажный, я, по-моему, вам рассказывал, какой-то подвыпивший Эрмитажный мастеровой, проходя мимо, вдруг встал и сказал, а чего это он? Вот. Я говорю, ну что, пробрал? Ну и так далее. Вот. И так он сидел. А однажды ночью его не стало. И некая сила, такая Собчаковская, Эрмитажная, да, за ночь его перенесла в Петропавловскую крепость. Вы знаете, что Фальканай 15 лет дожидался постановки своего памятника. А этого само внесло и посадило, ну так скромненько, в общем, против Петропавловского собора. Если быть точнее, против усыпальницы великих князей. На самом деле против Петропавловского собора. И оно там село. Вот. Ну, что говорил Шемякин? Вообще никогда не надо читать, что говорит Шемякин. Он великий лицедей, он большой мастер. Вот. Демониальный мастер. С чертовщиной всякой, вот с этим у него все в порядке. Ну, талантливый. Он говорил разные вещи. Что головка маленькая, а такой большой, потому что он старался соблюсти иконописные пропорции. Дальше. Отразил удар. Ему сказали, что он взял за основу посмертную мастер Петра. И Миша ответил, нет, прижизненную. Нет, но он был прав. Но тут есть тонкость. Он, как всегда, прав на поверхности, а не прав по существу. Потому что прижизненная маска Петра мертвая, а посмертная живая. Вот ходите в Эрмитаж, я вообще не знаю, что там Эрмитаж выставлено в последнее время, но надо посмотреть. Дело в том, что замечательная прижизненная маска была снята в 19-м году. Это странное, одутловатое, припухшее, мертвенное лицо. Что это за год 19-м? В 16-м году Петр запытал своего сына. Я вам не рассказываю подробно, как было дело. И не рассказываю подробно, в каком ужасе был Пушкин, когда он читал документы и дело. И хотя цензура из его записок выбросила все, что можно, но то, что осталось, говорит о том, что он был в холодном ужасе. Осталась только одна запись. Запись царевича, почерк до кнута, изменившийся после кнута. Это обычное русское самоубийство, которое уже не имело никаких политических смыслов, кроме одного. Всегда можно подозревать, что твой сын после тебя сделает что-то не так, как ты. Ну, давайте убьем всех своих детей. Мы, в общем, в известной мере и заняты. Потому что когда начинается что-нибудь вроде чеченской войны, сидимой молчим. Так что, в общем, у нас это в крови. Вот. Но, так вот, и он положил все на царевича Петра Петровича от Екатерины. А в 19-м году царевич умер. И одна из немногих записей Пушкина, оставленная цензурой, неизъятая, следующее. Эта смерть сломала железную волю Петра. Или что-то вроде растопила железное сердце. И вот в этом году снята эта маска. Это маска мертвеца. Хотя она при жизни. И ее-то и взял за основу, да, свиняки. Поняли? А умирал он безумно мучительно. С жуткими болями. Да еще незадолго до смерти, послужив, совершив благородный поступок, который отчасти стал причиной его смерти. Ну, вы знаете, это спасение известного Баркаса, да, где он застудился. В общем, после этого все эти урологические дела уже не оставляли его. И так далее. Кроме того, он пережил измену жены, которая была, может быть, изменой единственного близкого человека, которому он вполне доверял. И посмертная маска. Это маска благородного и дальнего. С которого страдания сняло вот все это. Длуховатость, смертленность, измученное благородное лицо. Если бы ее он взял за основу Шемякина. А смертную, да? Это было бы другое. Он взял прижизненную, но мертвую. И сделал этот поразительный памятник, о котором мы еще будем говорить. Памятник, который дважды, стихотворно, на мой взгляд, предсказан до Шемякина. Один раз блоком, другой раз Демилов Андреев. Есть, так сказать, описание этого памятника, его лица, его черт, до того, как он был создан. Такие вещи довольно чистые. Вот. Правда, мне говорили чуткие люди, да и я начал наблюдать, что посидевший там он за эти годы изменился. Он стал немножко другим. Это бывает. Это бывает с нами, это бывает с портретами, это бывает с скульптурами. Что это такое мы не знаем, но это бывает точно. Это известно всем, кто способен видеть. Вот. Ну, на эту тему есть стихи Ахматовой, не помню, цитировал ли я их. Когда человек умирает. По-моему, я говорил об этом. Их надо знать, потому что это свидетельство, и я думаю, что оно о блоке. Подать по всему и так далее. Соборочный у него был портрет, подаренный блок. Вот. Так вот. Он был там посажен. Ну, и посажен он был, в общем, напротив собора, где лежит с запытанной имейцом. И где, может быть, сейчас подхоронят. Это, конечно, в этом памятнике воплощена оборотная сторона российского имперства. Вся его ужас, весь его пыточность, вся его внутренняя слабость, изжитость. Вот. И, в общем, этот памятник, так сказать, пришел вот к этому месту. Ну, как я вам рассказывал, ангел тут же слетел со шпиля. То есть, на самом деле, так планировалось. Вы знаете, как в России планируется, да? Планируется, планируется, и не происходит. Вот планета и сразу слетел, через буквально короткий срок. Вот. После этого, как я рассказывал, прямо перед его носом, высыпательницы великих князей организовали мистическую выставку «Встреча с ангелом». Я рассказывал, я тогда сказал Дементьевой, Наташа, нынешний министр культуры, я сказал, Наташа, встреча с кем? Я рассказывал. И она сказала, как что? А что ты думаешь? Я говорю, ну, вот такие дела. Так что вот этот момент был отфиксирован, образным сдвигом. Но надо сказать, что это не произвело впечатление. И все, что около этого памяти, как говорили Дмитрий Сергеевич Лихачев, патриарх, митрополит тогда еще у нас был, Собчак, это все не имеет отношения к делу. Но об нем можно говорить отдельно. Но тогда надо начинать с Блока, с Даниила Андреева, и Шемякина, и так далее. Вот. Так что этот момент был отмечен. Так что вот такие вот вещи, связанные с этим. А теперь как с Пушкиным было, с Медным всадником. Мы же немножко об этом говорили. В 24-м году, нет, в 25-м, взятого до декабрьского восстания, которое пришло около Медного всадника, как вы заметили, Пушкин написал какие-то бредовые стихи, немножко непристойные. Там в конце многоточие. Есть одно из стихи. Такие стихи. Брови царь нахмуря, говорил вчера, Повалила буря, памятник Петра. Тот взрывновался, я не знал, ужель царь расхохотался, первый брат Апея. Так что говорил он горе фрелинам двора, вешают за морем аж та-та-та-та. Ну и тоже шутка оказалась. В общем, государь шутит на тему, что буря повалила памятник Петра, оказывается, что это он просто шутит, а потом почему-то говорит о том, что вешают за морем. Впрочем, разумеет тут же, мол, был он, вешают за шею, но суров за коем. Вот что возникло у Пушкина. То есть незадолго до декабрьского восстания, мотив колебания имперства в лице памятника, и мотив повешения за шею, из уст царя, видимо того, который сейчас на престоле, еще Александр. Но медный всадник оказывается в движении, его что-то валит, заметили? То есть еще нету никакого медного всадника, а он в движении, в его сознании начинается. Потом происходит декабрьское восстание, мы об нем говорили, вносится изменения в Евгения Онегина, появляется тема дуэли и судьбы, и, так сказать, демонический подтекст, прообраз Онегина, который Татьяна увидит во сне, убивает альтер-эго поэтическое Пушкина, и накатывает лето 26-го года. Но, на самом деле, до засадности мало знают о конкретных событиях в жизни Пушкина. Он сам все, что мог, скрывал. Современники тоже боялись, писали воспоминания потом, а посля. Но, видимо, это факт, что в ночь перед тем, как он узнал о казни пятерых декабристов, ему снилось, что у него выпало пять зубов. Но это обычные пышнанские вещи, он был одолен в этом смысле. И он узнал об этой казни. Сделал соответствующие записи, вам все известные, и ждал. При этом надо помнить, что тема судьбы была в нем уже очень сильна, и вещь чего Олега он уже написал. Это помните? И вот здесь мы кое-куда постараемся вернуться. Вот. Если я сейчас это быстренько найду, чтобы все-таки говорить не по памяти. А? На холме. Вот свидетельство Соболевского, одного из ближайших друзей Пушкина. Я часто слышал от него самого об этом происшествии. Он любил рассказывать его ответ на шутки, возбуждаемые его верой в приметы. Сверх того, он в моем присутствии не раз рассказывал об этом именно при тех лицах, которые были угадальщицы при самом гадании, причем ссылался на них. Соболевский очень достоверен. Считаю, нужно присоединить все то, что помню положительно. Предсказание было о том, что, во-первых, что он скоро получит деньги, во-вторых, что ему будет сделано неожиданное предложение, в-третьих, что он прославится и будет кумиром соотечества, в-четвертых, что он дважды подвергнутся ссылке. Наконец, что он проживет долго, если на 37-м году возраста не случилось с ним какой бы беды от белой лошади или белой головы или белого человека. Ну, Вайс Рос, белый конь, да, Вайс Кампф и там Вайс Манн, которых и должен он опасаться. Первое предсказание сбылось в тот же вечер. Пушкин, возвращаясь домой, нашел совершенно неожиданное письмо от лицейского товарища, который извещал его о высылке карточного долга забытого Пушкина. Такое быстрое исполнение первого предсказания сильно поразил Александра Сергеевича. Не менее странно было для него и то, что несколько дней спустя в театре его подозвал к себе Алексей Федорович Орлов и предложил служить в конной гвардии. Вскоре после этого Пушкин был отправлен на юг, а оттуда через 4 года в псковскую деревню, что и было вторичной ссылкой. Я как-то изъявил свое удивление Пушкина о том, что он отстранился от масонства. «Это все-таки вследствие предсказания о белой голове», отвечал мне Пушкин. «Раздо не знаю, что все филантропические гуманитарные и тайные общества, даже самого масонства, получили от Адама Вайсгалпта направление, подозрительное и брожебное существующим порядком. Как же мне было приставать к ним? Ведь Вайсгалпт и Вайскопт одно и то же». Далее отрывок из записи разговора Пушкина, сделанных с Чербаковым. Запись, вероятно, восходит к записям Погодина, который систематически общался с Пушкином в 1926 году. Пушкин в бытной своей в Москве рассказывал в кругу друзей, что какая-то в Санкт-Петербурге угачится на кофе, немка Киржгов, это та же, о которой говорится в Олесске, предсказал ему, что он будет дважды в изгнании, и какой-то грек-предсказатель в Одессе подтвердил ему слова немки. Дальше идет ситуация, совершенно напоминающая гадание Дмитрия Донского с боброком перед донским сажением. Он возил Пушкина в лунную ночь в поле, спросил число и год его рождения, и, сделав заклинание, сказал ему, что он умрет от лошади или от беловолосого человека. Пушкин жалел, что позабыл спросить его, человек и Белокурова или Седова должен опасаться ему. Он говорит, он говорил Пушкин, что всегда с каким-то отвращением ставит свою ногу в стремя. Мы к этому еще вернемся. Сравните, уж не ступит нога в твое позлощенное стремя. Эти свидетельства дополняются рядом других. Между ними есть некоторые несовпадения, отдельные детали опровергаются или уточняются по источникам другого рода, но ряд взаимосвязанных деталей уверенно повторяется в целом в ряде свидетельств. И так что бесспорно во всех этих сообщениях. Еще до отъезда на юг авторитетная гадалка предсказала поэту, что он сегодня или на днях получит деньги. Пушкин считал, что это невозможно, деньги, однако, неожиданно появились. Современно после этого от природы чутки к приоритетным предсказаниям поэт должен был с особым напряжением помнить второе предсказание той же предсказательности. Достоверно, что в этом предсказании говорилось о смерти от белой головы Пушкина и от лошади или белой лошади. Только у Соболевского, близкого друга Пушкина и свидетеля Надежного, встречаемся с предсказанием, что поэт проживет долго, если что-то не случится на 37-м году. Достоверное свидетельство Соболевского, на мой взгляд, подтверждается странными действиями, которые Пушкин предпринял, когда ему исполнилось 37 лет. До этого мы доберемся. Которые с определенностью говорят, что предсказание было. По другим, также достаточно достоверным данным, предсказание в основных чертах было повторено на юге неким грекам, гадавшим Пушкину по способу, упоминавшим угадание Боброка и Дмитрия Донского перед Полюковской битвой. Ну и перекличка со смертью Олега, об этом я говорю. Просто, чтобы вы вот это помнили, что я говорил. И вот Пушкин в общем был верен себе дважды отбыл в ссылку, внутренне эволюционировал. Святое проведение, как он сказал потом, посетило его в Михайловском, и он стал писать просветленные стихи наряду с стихами разными. И вот 26-й год, друзья повешены, он в Михайловском. И приезжает фельдегерь, вы помните, который вызывает его, говорит ему о том, что он должен ехать. на что он едет, он не знал, он был, ну вы знаете его записи, что в бумагах у всех есть мои письма и мои возмутительные стихи. То есть на самом деле он написал достаточно на кафельку. Вполне. И он, и три дня скачки с фельдегерем. Представляете состояние? Ну он приезжает, вы знаете, беседу с Николаем, разговор, слова Николая о том, что я беседовал с умнейшим мужем России. Поздние воспоминания, что Пушкин вел себя во время этой беседы, невозможно. То есть грел ноги у камина, вскакивал на стол задом. Ну он был человеком абсолютно ртутным, абсолютно естественным, абсолютно непредсказуемым. И видимо даже в этой ситуации вел себя достаточно естественно. Но важно другое. Встреча произошла 8 сентября 1926 года. Вот в этом академическом издании есть некий факт, о котором я говорил, который как-то не откомментировал. Этой датой 8 сентября датировано в академическом издании стихотворение пророка. Я об этом говорил, но это не мешает услышать на каждом занятии. На самом деле это не базируется на жестких фактах, а только на целом ряде, так сказать, ну не вполне достоверных вещей. Но об этом написано как о факте достаточно достоверного примечания. Если так, да, ассоциация жутковатая. Как мне сказал один Кушкиновед, когда я ему позвонил и впервые это открыл, он мне сказал, да, Серафим-то с Яполятами. То есть, когда это он написал? До встречи с Николаем, замерзшей в кибитке, да? Может быть. Или после встречи, когда действительно, да, судьба повернулась в лакост. Или все-таки не в эту дату. Есть другое свидетельство о том, что после 24 июля, после того, как он узнал о смерти декабриста 26 года, это свидетельство дочери Черноукой Росет, Смирновой Росетти, которому в чем-то нельзя доверять, а в чем-то и можно. Видимо, она что-то слышала от мамы, что-то домышляла, две женщины говорили между собой, обе талантливые и разговорчивые, поди разберись, да? Но кое-что есть, что однажды Пушкин, заказавший Панихиду по Петре Великому, вот летом 26 года, зашел в церковь и увидел лежащую Библию и открыл ее на пророчестве из Икииля. И он был впечатлен этим пророчеством и под его впечатление написал пророка, слова основные которого он услышал во сне. Пойди разберись, да? Но что Пушкин был страшно внимательным ко снам и что образы, являвшиеся во сне у него были, это я знаю достоверно. А дальше Панихиду заказать мог. Заказал же он в известную годовщину Панихиду по Байрону. А Байрон и Петр для него в некотором масштабе сопоставимые величины. Тем более, что он чувствовал, что русское государство находится на рубеже, да? Почему бы, так сказать, не обратиться к Петру? Дай Бог, чтобы так. А как соотносится это стесторонение с Николаем, это вопрос чрезвычайно интересный. Но тем не менее, в этот момент в нем зрело образ пророка. Вот это таинственное стихотворение. Глаголом «жечь сердца людей». Каким глаголом не ясно, но «жечь». «И жала мудрая змеи, густа замерзшей». Тема змеи и ее речи. Но сразу после этого Пушкин меняет коня, как Олег. Николай принимает его, становится его цензором. И Александр Сергеевич, наверное, естественно, взгляды с несколько демократической ориентацией меняются на взгляды с монархической ориентацией, которые потом становятся убеждением, что русскому народу нужно самодержавие, хотя временами прорывается и другое. Вот. Ну и главное, он хочет написать, напечатать Бориса Годунова. То, что я в прошлый раз вам говорил, я проверил. На самом деле, все-таки ужасные мы люди. Так вот до сих пор читается эта поразительная глава. И в конце в скобках народ безмолвствует. Помните, я говорил в прошлый раз? Ну это же Жуковский. У нас хороший народ, но он, конечно, все понимает, да, если царя Федора тут же удавили и уничтожили, то, конечно, он осудительно безмолвствует. Но и в примечании в академическом написано, что в рукописи стоило народ кричит, да здравствует царь Дмитрий Иванович. Как же можно печатать в основном издании народ безмолвствует? А потому что приятно. Народ безмолвствует. Народ орет то, что ему вложат в уста в этот момент всякие там стукачи в толпе. И будет орать. Надо полагать, после Чечни видно, что это так. Или молчать. Только не безмолвствует, а позорно молчать. И мы вместе с ним в большинстве своем. Так вот, и Пушкину очень хочется все-таки это Борисову Годунову, не знаю, с исправлением или без исправления, напечатать. А для этого надо очень измениться. Потому что ведь на самом деле есть данные, что стихотворение пророк было не одиноким. Что у него были еще стихи, примыкавшие к нему, которые как-то несколько конкретизировали миссию пророка в применении к России. А то вот, ну, жги, да, ну, а чем жечь-то? И в какую сторону это жечь? От них сохранилась в памяти у современников одна строчка. Да и то два узловых слова там расшифровываются по начальным буквам. Вот они какие. До чего он додумывался в 26-м году. Восстань, восстань, пророк России, в позорной ризы облекись, иди и с вервием на вые к убийце гнусному явись. Вариант к царю российскому явись. Хрен речь к не слаще. Понятно, на что написаны эти стихи? На какой он был грани? И что он готов был издавать? Ну, а на исходе 26-го года он пишет, услышав поступку Мандора, звук судьбы, пишет станции 22-го декабря 26-го года. Все вы знаете. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни, начало славных день Петра мрачили мятежи и казни. Тепе. Правда? Скажется, ну, Петр там немножко стрельцов поубивал, ну, это вообще нормально, сына там мучил, там то, другое, ну, в итоге там, а в итоге Пушкин. На самом деле, вот тут великая история. Дело в том, что Пушкин-то на самом деле детище Петра, прямое. это сказано наиболее четко в ужасном стихотворении Цветаевой. Формула в отношении Пушкина такой, последний, посмертный, бессмертный подарок России Петра. Пушкин. Понятно? То есть он произвел тот сдвиг в стране, да, благодаря которому появился Пушкин. Также, когда, когда Иван Калита выжег всю северо-восточную Русь, да, благодаря этому Сергий стал общерусским святым, потому что его родители переехали под Москву. Ну, я рассказывал вам это. Вот история российская, да и вообще мировая, на подобных сопряжениях. Их надо иметь в виду и смотреть им в лицо, тогда что-то можешь понять и как-то сознательно принять участие в историческом процессе, а не участвовать в нем, так сказать, хлюпая, как болотная почва. Так вот, написал Натистамс. Я не хочу сказать, что он писал их неискрим. Наша душа многослойна. И мы из чувства самосохранения в тот или в другой момент задействуем или что-то задействуют в нас разные уровни нашей души. А у разных уровней нашей души разные истины. Мы многоэтажные существа. И не так много бывает людей, и редко бывает, что понятно сохраняя в течении жизни, чтобы некий самый главный для них услышанный имя этаж свою истину спроецировал на все другие и пронизал все уровни. Пушкин просто вышел на другой этаж. И, наверное, там он был достаточно искренен. Только этот этаж поближе вот к этому, помните? Пока не требует поэта, да? И между детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Ну, как все. Ну, государь-ка показнил, там кто-то восстал, да, ну, а впереди, как во времена Петра, хотя Николай не давал никаких оснований думать о том, что он Петр. И Пушкин это отлично знал, если только уж не очень увлекся. Главное, ему очень надо было, чтобы Годунова напечатали. Но государь оказался на высоте. Он же обещал быть цензором, да? Он прочел Годунова и вернул его Пушкину, посоветовав ему переделать его в исторический роман. Государь почуял, что там что-то не то, что там какое-то сыноубийство есть присущее, что-то, в общем, не пропустил он Бориса Годунова чутко. Вот. Ну, а о том, что Пушкин не так уж по станцам все представлял, говорит о том, что в этот же самый год, в 26-27-м, он общается с Мицкевичем. Давайте почитаем донос Мицкевича. Ну, я шучу, конечно, Мицкевич никому не поносил, но он написал стихи, все больше по-польски. Вот, конечно, их надо было прочесть по-польски, но у меня сейчас просто нету польского варианта и перевести их подстрочно. Вот так мы в плохом русском переводе. Ну, и вообще, давайте немножко почитаем замечательного польского поэта, который имеет большое отношение к России. Вот. В русском переводе, но чего уж там. Вот. У него есть такая совершенно замечательная поэма «Нескончаемая дяды, дяды, предки». Вот. И там вот его герой, и он сам ездит по России. Вы представляете, тогда на Мстике, на Тройке, откуда-нибудь из Литвы до Москвы, представляете, по этой ровной равнине. Ну, чтобы так немножко почувствовать Мицкевича, который, конечно, знал, что его родная Польша раздавлена и будет раздавлена снова. Чужая, глухая, нагая страна вела, как пустая страница она. И Божий ли перст начертает на ней рассказ о деяниях добрых людей, поведает правду о вере священной, о жертвах для общего блага, о том, что свет и любовь управляют вселенной. Иль Бога завистник и враг дерзновенный на этой странице напишет клинком, что люди умнеют в цепях до востроги, что плети ведут их по верной дороге. И едет, и видит все эти бесконечные пейзажи. И вот, наконец, повстречались мне люди, их шеи крепки и могучи их груди, как зверь, как природа полночных краев, тут каждый и свеж, и силен, и здоров. Кстати, интересное свидетельство, правда? И только их лица подобны доныне земле, земле их пустынной и дикой равнине, и пламя до глаз их еще не дошло, из темных сердец, из подземных вулканов, чтоб вольности факелом ярким воспрянов той дивной печатью отметить чело, которой отмечены люди Востока в восходах, и люди закатов, кусившие яд, падений и взлетов, надежд и утрат, чьи лица как летопись жизни народа. Здесь очи людей, точно и их города, огромные, чистые, и чуждой смятенью, их взор не покроется влажную тенью, в нем грусть состраданья мелькнет без следа, глядишь на них издали, глядишь на них издали, яркие и чудные, а вглубь их заглянешь, пустые и безлюдные, и тело людей этих, грубой, как он, хранит несозревшую бабочку он, чьи крылья еще не покрылись узором, не могут взлететь над цветущим простором, когда же свободы заря заблестит, дневная ли бабочка к солнцу взлетит, в бескрайнюю даль свой полет устремляя или мрака создания совка ночная. Вот таковы размышления Яцкевича о русском народе, да? Вообще говоря, потом один поэт сказал, да? Помните? Эх, сердешный, что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ли с полненной сил, или в суде повинулась закону, все, что мог, то уже совершил, создал песню подобную стону и духовно навеки по человечковству? Во всяком случае, вражды нету народу угнетателей. А вот такое раздумья. Ну, а потом пишет он, пишет, а Пушкин живет, да? На нем Гаврилеада висит, да? Да еще кое-что висит, что Филарет все отмечает и отвечает. А Мицкевич пишет, удрал на запад, пишет. В русском переводе «Шел дождь, укрывшись под одним плащом, стояли двое в сумраке ночном. Один, гонимый царским произволом, сын запада, безвестный был пришлец. Другой был русский, вольности певец, будивший север плавенным глаголом. Хоть встретились немного дней назад, но речь велений, как с братом братом». «Гость молча озирал Петров колосс, и русский гений тихо произнес». Вы, наверное, заметили, что Пушкин не назвал, да? Но каждый, кто читал эти стихи, не думал даже об Братонском. Потом я вам раз покажу, как Пушкин ушел от этого объявления. Изящно. И как много это дало Пушкину. И русский гений тихо произнес. Ну, вот и донос. «Вершителю столь многих славных дел воздвигло монумент Екатерина. На Буцефала медный царь воссел, и медный конь почуял исполина». Но хмурит Петр нетерпеливый взор, хоть перед ним без края дали открыто гиганту тесен родины простор. Тогда за глыбой финского гранита в чужой предел царица шлет боржи, и вот скала покорствуя царицы идет, переплывает рубежи и упадает в северной столице. Тут скукунув веселье шпоры дал, венчанный кнут одержив в римской тоге, и вихрем конь взлетел на пьедестал и прянул ввысь над бездной вскинув ноги. Дальше отступление. Дальше он говорит о том, что это, конечно, не Марк Аврелий, то есть это неправильная империя. Нет, Марк Аврелий в Риме не таков, народодруг, любимец легионов, но нам и так понятно, что Петр не Марк Аврелий. Пропустим, правда? А дальше Пушкин возвращается и там кончается Марк Аврелий и мнится, ждет бессмертия мудреца и нет ему на том пути преграды. Марк Аврелий царь Петр коня не укротил уздой, во весь опор летит скакун литой, топча людей куда-то буйно рвется, сметает все, не зная, где предел, одним прыжком на край скалы взлетел, вот-вот он рухнет вниз и разобьется. Но век прошел, стоит он, как стоял, так водопад из недр гранитных скал исторгнется и скованный морозом висит над бездной, обратившись в лед. Но если солнце вольности блеснет и с запада весна придет к России, что станет с водопадом тирании? Так когда же Пушкин искрен в обоих случаях? Но для России он сменил коня, как вещь тенек и пересел на другого коня, который уносит его от гибели. Далеко ли? Вот. Ну а уж для коллекции Да. Сейчас. Одну секунду. Тут еще посмотрим одну главку. Это проще, чем у меня искать, наверное. Решкевич, 268. Я быстро найду. Сейчас. А нет, тут самое не... Ну тут поляк грозит дворцу зимнему. Но у меня были цитаты какие-то получше эту тему. Мицкевич первый в своей поэме описывает наводнение Петербурга в 1922 году. Он все это описывает. И в связи с наводнением два поляка по-разному обращаются к дворцу. Один просто грозит, да, а другой я процитирую. Ну все, конечно, помнят Евгения перед Медным саммитом, правда? Теперь читаю в переводе правду Мицкевича. Зловещий взор как бы грозил домам. Он сжал кулак и вдруг раскохотался. И повернувшись к царскому дворцу, он на груди скрестил безмолвно руки и молния скользнула по лицу. Угрюмый взгляд был тайный, полон муки и ненависти. Сходный момент? Вот. Ну и для тех, кто не был на кростах моих лекций, хочу напомнить, что по моим всем данным во мне нету польских правил. Фамилия Мачинский и обманка. Вот. Она русского происхождения. Вот. Я за это время кое-что уточнил. Но Польшу я люблю, как и многие другие страны, но не по причине крови. Вот. Так что... Нет, Польша просто великий тест для России, как и некоторые другие вещи. Так что узнаете эту сценку, правда? Ну вот, на самом деле, если точно переводить некоторые места Мецкевича в моем переводе, то это так звучит. Уж предистал готов, летит медный царь, царь кнутодержец, вскакивает конь на гранитную стену, останавливается на краю и вздымается на дубы. И концовка, если точный перевод. Скоро блеснет солнце свободой, и западный ветер согреет эту страну. Что же будет тогда с водопадом? Ну и когда эти стихи Мецкевича, да еще после польских событий 30-го года, дойдут до России, а Пушкин еще раз будет к себе внимание цензуры, то придется что-то делать. Ну, забегая вперед, и вот появится медный шаг, который писал сначала совсем не на волне вдохновения, потом волна подняла. Но до этого времени кое-что произойдет. Надо сказать, что Пушкин как я уже говорил, был рабом гармонии, если чего-то рабом. И иногда черновики говорят о многом. Я уже говорю о предсказании смерти, помните? Но все вы знаете дивные стихи. Дрожу ли я вдоль улиц умных, вхожу ли в многолюдный храм, сижу меж юношей безумных, я предаюсь своим мечтам. Прекрасно, да? Нам заранее заверили, да, что это мечты? Ну, мечты! Я говорю, там чатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечность своды, и чей-нибудь уж близок в час. Правда, красиво? Это мечты такие, и все мы умрем, да? И чей-нибудь, даже я себе думаю, смотрю ли на дуо поединенные, ну, дивные стихи. А что все на веке? Какие прекрасные стихи? Только так, в первой страфе, да? Что бы он ни делал, но мысль о смерти неизбежной, всегда во мне, всегда со мной. Есть разница? Ни мечты, и ни о чем не думают. И дальше правда, день каждый, каждую годину привык я думы и провождать грядущие смерти, гаджуя, уравнивают все. Есть в своих поэмах, он видит посмертие и посмертное существование своих возлюбленных, но тем возлюбленных, то это, ризничли, Воронцова, которым он начинает обращаться в прощальных стихах в первую болтовскую осень в связи с браком. Ну, знаете, родители, в последний раз твой образ мил, да? И потрясающие стихи клеили. Вот, явись, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой и так далее, то своего посмертия в стихах он не видит. И не видит посмертия тех героев, с которыми он соотносит себя. Он видит их слиянность после смерти. Стихии музыки, тарморцев, да? Стихии поэзии, как у себя, стихии любви, как Донглан, но не посмертия. Вальсенган видит призрак возлюбленной жены, но у него будущего нет. И вот это было с Пушкиным. И об этом постоянно. И вот годы идут, и Пушкин отбирается к очень важной дате. Он подбирается к 29-му году. А дело в том, что в 29-м году Пушкину должно было исполниться 30 лет. А мы знаем из прямых свидетельств его, из воспоминаний современников, что он очень ждал этой даты. и очень боялся ее. Это был некий рубеж. И вот наступает этот самый годовщина. Пушкин пишет стихи. Да, кстати, вот стихи, которые я вам читал, но в точном варианте. Странные, о медном всаднике. Прочтем, раз попались. Я точно прочел. Брови царь на хмуре говорил, вчера повалила буря памятник Петра. Тот перепугался, я не знал, ужель. Царь расхохотался, первый брат апреля. Говорил он с горем, флериным дворца, вешает за морем, та-та-та-та-та-та, не произнесешь. Но, зная Пушкина, можем стоять с точностью. Вот. То есть, разумея, вдруг промолвил он, вешают за шею, но жесток закон. Вот. Стихи эти сообщены Дельгой в письме от октября-ноября 25-го года. Хорошо? Может быть, за месяц до декабрьского восстания. Вот. Ну, а годовщине наводнения он завершает, Борису Дунова его не напечатывает, потом оставляет коня и приближается к своему 30-летию. И вот в 28-м году, когда ему исполняется 29 лет, начинается 30-й год. А он его ждал. И твердо знал, что в 30-й год надо нечто завершить и свершить. Ну, есть свидетельства современника, когда он вспоминает, что он сказал Пушкину, что вот вам уже 30 лет, он сказал, нет, мне еще нет этого возраста, но я с большим напряжением и даже страхом, скажем, жду этого опасного термина. И вот ему наступает 30-й год. И в день рождения, когда ему 29, пошел 30-й, что он пишет в день рождения? Вы знаете, я просто читаю, чтобы не сбился, но все это знают. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня в раздепной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, праздинул, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Ну, вот такие стихи. На что бы я обрастил ваше внимание? Ну, вот это самое дар напрасный, дар случайный, отсутствие чувства осмысленного, живого и сочувствующего проведения, ощущение некой игры, в которой вдруг появляется чудо, он, Моцарт. Дон Гуан по-своему гений в своей области, и нечто завидующее этому, и нечто враждебное. Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнений возволновал, он не сомневается, что и страсть, и сомнения из одного источника, и цели нет передо мною, сердце пусто, праздину. за неделю до рождения у него написаны стихи, и с отвращением читая жизнь свою, я трепещу, ну, вы знаете, так, горько жалуюсь, и горько слезы лью, но срок печаль, срок печальных не смываю. Вот так он выходит на этот тридцатый год. Ну, а как известно, в двадцать восьмом году на него обрушились объявления обвинения в написании Гаврилиады. И только чистосердечное признание Николая помогло ему спастись. Но он чувствовал опасность, и тогда в двадцать восьмом году писал стихи, снова тучи, надо мною собрались и в тишине, и как всегда некое утешение, прибежище и спасение он находит в женском образе. В любом, в каком-то, в дуновении этого женского образа, в этом очаровании ложного, которое выражено прелестно здесь, помните, в этих стихах, понесу ли к судьбе презренья, сохраню ли к судьбе презренья, понесу ли навстречу ей непреклонности терпенья гордой юности моей. А дальше, но предчувствую разлуку неизбежный грозный час, жать твою, мой ангел, руку, я спешу в последний раз. Ангел светлый, безмятежный, тихо молви мне, прости, опечалься, взор твой нежный, подними или опусти, и твое воспоминание заменит в душе моей силу гордостью пованья и надежду ее над ней. Вот, девушки, как он от вас отзависел. Вот, причем, уже разноизящно написано, понимаете, подними или опусти, и, в общем, не важно, чьи взоры, но вот это дуновение женского очарования, вот последняя опора, в том числе и в жутком Петербурге, помните, напоминают, дух неволи и так далее, скупа, холод и границ, все же здесь, все же можно жить, все же здесь, здесь все же, вот забился, все же здесь жить, можно все же жить немножко, потому что здесь порой вроде маленькая ножка вьется локом золотой. Ну, вот так, сговоря, пронесло, а тут он написал эти стихи, которые я вам процитировал, да? И вот наступает тридцатый год, да? И брак впереди. Правда, Пушкин, увлеченный Натали, да, в такой же степени увлечен Каролиной Собанской, а заодно подумывает, не удрать ли от брака и от Собанской измерять китайскую стену, потому что собирается экспедиция к китайской стене, а великая надежда и жажда Пушкина однажды куда-нибудь удрать за границу, ну, хоть один раз вдохнуть воздухом вот не этой горячо любимой страны, вот, что ему так удалось. Вот, и в этот момент его подруга Хитрово передает ему стихи Филарета, так сказать, главного идеолога, ныне причисленного к лику святых. Так что, заметьте окощенству и сделаю это с особого удовольствия. Вот, так вот, и он Пушкина исправил. Значит, в Киеве сейчас есть так. Ни напрасно, ни случайно жизнь от Бога мне дана, ни без воли Бога тайны и наказь осуждена. Бог меня своею властью из ничтожества возвал. Сам я ум наполнил страстью, сам сомненьем взволновал. Ну и дальше что-то насчет того, что цель должна быть. Сейчас не помню. Ну, так сказать, в апофеозе учительства святой Филарет даже впал в некоторое нарушение канонического христианства. Сам я ум наполнил страстью, сам сомненьем взволновал. А дьявол где? Понимаете? А где искуситель рода человеческого-то, да? Все бедно-бедно Александра Сергеевича, представляете? Александр Сергеевич просто заменяет собой дьявола, да? Ну и хитрово прислала эти стихи Пушкину и написала, что она очень советует ответить. Да? Ну, у Пушкина есть запись о Филарете. Там он пишет старый лукавец и дальше об нем. Вот. Ну, а тут он написал стихи, потому что ему очень хотелось либо к Натали, либо к Сабанской, либо к китайской стене. А вот словки не хотелось. В Сибирь тоже. И поэтому он написал замечательные стихи, которые бедный Валентин Непомнищий воспринимает совершенно всерьез и говорит о том в конце своей статьи и книги, что в общем Филарет и был тем Серафимом, который явился Пушкин. Что истинь нового явления Серафима в жизни Пушкина это старый лукавец Филарет, который вот его наставил на путь истинный этими двухходовыми стихами. Ну, а Пушкин там начинает каять в своих стихах. Сейчас. вот взяла, да, сейчас, наверное. Они начинаются как-то очень хорошо, он себя очень так хорошо поносит. Забыл первое слово. «Может быть обид, во дни обид и праздной скуки, бывало лирии о своей, вверял изнеженные скуки в звуки безумства, лени и страстей». Эта стихи-то на день рождения, на 30-летие наступающее, написана в дни праздной скуки. Вот. И что всегда вот Филарет ему являлся в трудные моменты и кончается стихотворение так, о старом лукавце. «Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует и в нем лет арфи Серафима в священном ужасе поэт». Вот, господа, кто из вас хочет вспоминать эти стихи всерьез? Ради Бога, воспринимайте их всерьез на всю жизнь. Как Валентин не помнишь. И прочтите его книжку, перекреститесь и вслед за Валентином вперед. Ладно? Вот. Ну, Филарету очень понравилось и ничего не произошло. Вот. Но строясь на этих стихах... Ну, в общем, в это время Пушкин как раз все больше короли не думал именно в эти дни. Поэтому отвергл мрак древних сюжет. Ну, в общем, слов нет. «Прекрасен, он весь, как божия гроза». Вот это очень важное сравнение. Так что пропустим это. И вот в 29-м году, уже не в 28-м году, Пушкину исполняется 30 лет. Хотя 30 лет, которым он готовился теми стихами. У нас нету стихов, точно написанных в день 30-летия. Тем более, что ему было не до того. Он был, так сказать, в самовольной отлучке, которую он сам себе организовал. Он, списавшись через голову государя, да, с кем надо, ехал в действующую армию Паскевича, потому что шла русская-турецкая война в Закавказье. За что потом он получил большой нагоняй, и нагоняй получил и Паскевич, и все последующие лица, которые, так сказать, устроили эту поездочку. И поэтому ему было не до того. Но там, в день этого 30-летия, над ним по-прежнему веял вот этот женский образ. Сейчас мы вернемся к тому, о чем мы уже отчасти говорили. Незадолго до рождения женский образ повеял над ним в странном обличии. Незадолго до рождения написано стихи «Прощай, любезная калмычка». «Чуть-чуть назло моих затей меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей». Помните. И дальше говорится о том, друзья мои, не все одно и то же забыться праздную душой в блестящей зале в модной ложе или в кибитке кочевой. То есть образ вот этого веющего женского начала предстает ему в виде калмычки. Но если вспомнить, что потом «Друг степей калмы» появится в стихах в некотором смысле итоговым, то отметим эту калмычку. Дальше он пишет совершенно поразительные стихи, которые второй вариант он заканчивает как раз в день перед рождением и в день рождения. Это опять женский образ. На холмах Грузии лежит ночная конь. Ну неизвестно кому они посвящены. Вообще чем хорош Пушка, чтобы досмотреть подавляющее большинство его любовных шедевров, в конечном счете неизвестно кому посвящено. Ну и продолжает стату Марину Ивановну. Помните, я вам говорил в прошлый раз, когда Цвета однажды в Зрелом Водосе написала «Все мои стихи обращенные пусть сказать к мужчинам, прошу считать обращенными к Богу». Вот. Ну так сказать, не вполне точно цитирую. Так что это вот к этой божественной женственной ипостаси, которую задолго до Славьева чувствовал Пушкин в русской традиции. И которой он хотел поклоняться, только на ее заступничество может быть и надеялся и хотел ей обладать. И отсюда широкий диапазон от Гаврилиады дожил на свете рыцарь бедный. На всех уровнях своей души и плоти. Вот. Ну и как вы догадываетесь вскоре после этого дня рождения он пишет «Жил на свете рыцарь». Внешний мотив, что он едет в крестоносную армию, то есть в армию, которая наступает на ислам, у него возникает эта ассоциация. Более того, он беседует с одним молодым человеком, который во время этой войны поехал к Иерусалимским святыням, потому что считал, что смысл войны может быть только в том, чтобы освободить христианские святыни Востока. И пусть он подумал, даже писал и говорил о том, этот молодой человек потом свидетельствовал об этом, что он поразился, что то, о чем забыли государь, о чем забыли правители, помнит только вот один безвестный юноша. Так что такие крестоносные мотивы в нем возникали, вот, но и не это было главным отнюдь. Вот. Надо сказать, что это творение Пушкину напечатать не удалось. Чуткая цензура почувствовала, что это не рыцарь, неизвестно кто, а Пушкин настолько чувствовал, что это творение на самом, то есть он знал, что это на нем, о себе. И он его пытался пропихнуть в печать под псевдонимом, в котором трудно узнать Пушкина. А, Александр, да? Заборский. Почему Заборский? Одна в глуши лесов сосновых Давно-давно ты ждешь меня, да? Тот, кто живет за сосновыми ворами Заборский, уж как замаскировался, правда? Тем не менее, не пропустила чуткая цензура, хотя казалось бы крестоносец и Божья Матерь. Молодцы были, проинтерское чувство было тогда на высоте, правда? Не то, что у нас сейчас расслабились, вот я черт знает, что говорю, понимаете? Вот, совершенно безобразие, как-то не по-русски совершенно, себя веду, выслушаете, вот, кто-нибудь доносит вроде, да и непонятно, когда доносить, правда? Вот, ничего, скоро будет все в порядке, вот, не скучайте. Вот, ну, совершенно ясно, что Богоматерь этих стихов, не Богоматерь, Божья Матерь этих стихов, это не Богоматерь христианских догматов, напоминаю, что рыцарь, помните, несть мольбы отцу и сыну и святому дуку век не случалось с Паладину, странный был он человек, ну, а такое свидетельство об этом Паладине, как вам нравится, без причастия у Мирона. Это же какой Паладин? Вообще, надо думать, это Пушкин. Вот, Пушкин, у которого был один образ божественного, вот этот, некое обаятельное, бесконечно женское начало. И Матерь Гриляда там есть, помните, напоминаю, после смерти, черт что говорит, не путем, где волочился, он за Матушкой Христа, то есть на всех уровнях, но причистое сердечно заступилось за него и впустило в царство вечное Паладина своего. О, как проговорился. Вот, а все думают, что про рыцаря, но и не даром искаженный, напечатанный вариант этого створения Достоевский сделал приписанным Аглаи гимном князя Мышкина. Любопытно, что когда Пушкин вторично протащил эти стихи в печать, в сценах из рыцарских времен, то вставляете стихи, как песни, в сцены рыцарских времен, все сомнительные места, которые цитировал я, он выбросил. Потому что он отлично понимал, что в сценах из рыцарских времен такого текста быть не может. Такого текста от имени рыцаря быть не может. Это не понимает только критики. Ну впрочем, может уже поняли, я это написал 10 лет назад еще при советской власти. Вот все это лежит. Вот. Ну а дальше началась мистика. Да, ну а на холмах Грузии лежит ночная мгла, это конечно тоже об этом же. Не важно Марии Волконской, это или не Марии Волконской. Но просто этот образ достигает апогея вот в рыцаре пел. А дальше мистика. Пушкин пересек границу. Речка Арпачай. Знаете, есть у него такие стихи? Пьют уже донские икони Арпачайскую струю. А вот что он писал в прозе. Перед нами блистала река, через которую должны мы были переправиться. Вот и Арпачай, сказал мне казак. Арпачай, наша граница. Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Ну, помните, как Татьяна через ручеек по мостику перебирается во сне и попадает в мир иной? Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Долго вел я потом жизнь качущую, с Китая то по югу, то по северу и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоен, я все еще находился в России. То есть жизнь мистичнее всякой мистики, особенно в России, в десять раз. Я думаю, вы это чувствуете. Вот. Ну, дальше надо ли что-то говорить. Вот. Однако Пушкин, почитаю уж, настигнув наступающую армию, продолжал двигаться вглубь Турции, на запад, в сторону Константинополя. Судя по его записям, произведениям, светским современникам, чувствовал себя участником крупного события, сопоставимого с крестовыми походами, думал о Константинополе, Иерусалиме, об исламе и христианстве. Но война довольно быстро заканчивается, и Пушкин, не дождавшись формального конца, возвращается на Северный Кавказ. А оттуда вскоре в Россию. Где-то на этом пути его и настигает весть о конце войны. И вот тут-то, в сознании уже зрелого Пушкина, снова пришли в движение образы Олега Вещева и Петра Великого, вступающие в тайное взаимодействие в историасовских раздомьях Пушкина, которые он не мог открыто выразить в печатном слове. 2 сентября 1829 года в Адрианополе под Стамбулом. Кстати говоря, это те места, докуда дошел Святослав в походе на Царьград. Такие интересные события. Вот. Россия заключает мир с Турцией, получив кое-какие территориальные приобретения в устье Дунаин и Кавказе, но даже и не попытавшись захватить мечтанный Царьград. Пушкин по долгу службы, в кавычках, и отчасти по зову сердца пытается написать стихи, восхваляющие крупную победу России в борьбе со старым врагом. Стихи начинаются «Опять увенчаны мы славой». Да? Но что-то не идет и окончить их не может. Потому что славой мы, а увенчаны какой-то плюгавой. И нужно ли было уклад, вот так сказать, угрохивать такое количество людей, чтобы получить в придачу несколько там деревень в низовьях Дуная и на Кавказе, непонятно. Непонятно, зачем война. Известно, что Николай был за сохранение любой монархии и не хотел подрывать монархию турецкую. И когда несколькими годами позднее бей Египта имел реальные шансы сокрушить турецкого султана, то вспомогательный корпус турецкого султана был послан кем? Николаем, чтобы был стабилитет. Ну, это так, к слову говоря. Вот. Но зато Пушкину пишутся другие стихи, о которых я уже говорил, но тем не менее внимательно их почитаем. Я их помню наизусть, но чтобы никакие бесы мне не мешали, я их прочту по тексту, тем более, что вот у меня текст все написан. Значит, насчет того, опять увенчанным и славой, не получилось. Какой-то такой бесспорной славы не получается. И писать не хочется Пушкину. То есть, конечно, хорошо бы для того, чтобы напечатали Бориса Годунова написать что-нибудь, но не идет. А вот это пошло сразу. Олегов щит. Кстати, в общем, Николай не дошел до царьграда. Почему тут Олегов щит? Когда к ограду Константина с тобой воинственный варяг пришла славянская дружина и развела победы стяг, тогда во славу Руси ратной строптиву греку в стыд и страх ты пригвоздил свой щит булатный на цареградских воротах. Ну, пока сплошная историография. И так знаем. И свящего Олега из них. А вот дальше. Настали дни вражды кровавой, твой путь мы снова обрели, но днесь, когда мы вновь со славой к Стамбулу грозно притекли, твой холм потрясся с бранным гулом, твой стон ревнивый нас смутил, и нашу рать перед Стамбулом твой старый щит остановил. Ну, я почитаю Мачинского, ладно? Град Константина вместо языческого царь-града, заметили? Когда к ограду Константина. Не случайно. Он напоминает о христианских корнях великого города, о Константинополе как центре христианства и православия, и невольно вызывает ассоциацию с именем старшего брата императора Николая, который был наречен Константином по желанию бабки Екатерины, имевшей в виду возможное освобождение Константинополя и воцарение там ее внуков. Имена внукам давались Екатерине со смыслом. Старший Александр, да? Он как Александр Македонский должен освободить территорию Персидской империи, Турцию. Следующий Константин, он должен стать новым Константином и принести туда свет христианства. Так вот, град Константинов. Это все понятно. Оставим в стороне истинные причины, почему Николай не пожелал овладеть Константинополем, что втайне ждали многие в России. В частности, втайно ждали и мечтали об этом два человека, для нас важные, Пушкин и Тютчев. Ну, не будем читать Мачинского, я так поговорю. Пушкин почувствовал рубеж. Он почувствовал, что Константинополь не будет взят никогда. А вот что произошло, понять не очень просто. Твой холм потрясся с бранным кулом, Твой стон ревнивый нас смутил, И нашу рать перед Стамбулом Твой старый щит остановил. Одно из двух. Но первое, совсем недостойная мысль, что Александр Сергеевич ищет любую причину, да, того, что мы не взяли Константинополя. И придумывает что-то совсем несообразное, да, чтобы как-то оправдаться. Но та напряженность этой темы, которая в это время, как вы увидите дальше, чувствуется у Пушкина, не позволяет принять это на объяснение. Кроме того, здесь поразительный образ. Совершенно языческий. Холм Олега. А где его холм? И есть могила его в Ладозе. Пушкин этого не мог знать. Хотя песня о Весе Малеге, он как бы помещает его в Киеве, по официальному варианту, по одному из вариантов. Но вообще-то мы знаем, что он в древнейшей летсписи в Ладоге. И вот этот холм, потрясся бранным голом, князь ревнует и не дает России совершить акт захвата Царьграда. Но какую власть может иметь, пусть основатель российского государства, пусть князь из светской, из магической, волховской, сакральной власти над нынешней христианской Россией? Он может иметь над ней власть только в том случае, если она не перешла рубежи, намеченные этим князем. То есть Пушкин внутренне чувствует, договаривая вперед, но дальше вы увидите, что это подтверждается текстами Пушкина, что эта страна на самом деле не несет христианство в Царьград. Что она несет тот же имперский захват Царьграда. И что тот рубеж нельзя, который был поставлен при Олеге, сохраняется. И некий тайный голос Олега останавливает. Вот отметили цель и не дошли. Не слишком ли я много на себя беру? Да нет, пожалуй. Вот что писал много позднее Соловьев. Вы почувствовали вот этот образ, который жил. Вообще очень многое из того, что мы знаем потом о Соловьеве, и Блоке, и все это, простого из Пушкина. Соловьев писал, «Судьба России зависит не от Царьграда и чего-нибудь подобного, а от исхода внутренней нравственной борьбы, светлого и темного начала в ней самой. Пусть Россия, хотя бы без Царьграда, хотя бы в настоящих своих пределах, станет христианским царством в полном смысле этого слова, царством правды и милости, и тогда все остальное, наверное, приложится ей». Сходно? А пока мы под властью Олега и этой судьбы с головой коня, то пределы, положенные Олегом, оказываются для нас пределами. А сейчас почитаю. По дороге в Арзрум, к театру военных действий, Пушкин ненадолго, когда еще ехал туда, задержался в горячих водах в предкавказье, а на обратном пути пробыл здесь с 14 августа по 8 сентября, то есть именно в период окончания войны и подписания мира. Заметьте, что подписания мира и все эти размышления пришли к нему на Северном Кавказе. Запомните. Здесь он интересовался бытом адыгов-черкесов, имел дружеские контакты с образованным адыгейцем Когмовым и посетил колонию шотландских христианских миссионеров в ауле Карас. Так. Сейчас как археолог тогда это не знал, вспоминаю, что одно очень интересное скифское зеркало было найдено в ауле Карас. Вот. Шотландские миссионеры в ауле Карас. Ну и какой нехороший Пушкин, да? А почему же он не посетил колонию православных миссионеров? Догадываетесь? Потому что ее на Кавказе не было. А шотландских было. Что и поразило Александра Сергеевича. Правда? Все это легло в основу поэмы Тазит. Любите ли вы поэму Тазит? Наверное, многие не так хорошо ее и знают. Она не окончена. У Пушкина было свое особое заинтересованное отношение к исламу. Вспомню, что в начале Михайловского периода созданы подражания Корану. И вообще он в Коране писал плохая физика, но зато какая поэзия. На Кавказе Пушкин понял всю шаткость русского силового владычества мусульманскими горскими народами. Это мной написано 10 лет назад. Понял он, что в итоге войны не только, быть может, навсегда оказывается недостижимой древняя цель Константинополя, но что Россия терпит поражение в другом, главнейшем деле. В деле участия ее в защите интересов христиан в Святой Земле Иерусалиме. А.Н. Муравьев, вот тот самый юноша, о котором говорил, после конца войны, предпринявший паломничество в Палестину, вспоминает такие слова Пушкина. Что говорил Пушкин? Я узнал, что вы поехали в Иерусалим. Я даже написал для вас несколько стихов, что когда при заключении мира все сильные земли забыли о Святом Граде и гробе Христовом, один только безвестные юноши о них вспомнили. Муравьев далее описывает, что он в статусе идет. Просил Пушкина доставить мне эти стихи, но он никак не мог их найти в хаосе своих бумаг, и даже после его смерти их не отыскали, хотя я просил о том. Знаете, какие были бы интересные стихи? Поскольку приведенные слова Пушкина очень близки словам, написанным самим поэтом в рецензии на книгу этого самого Муравьева о его паломничестве, надо полагать, что и стихи хотя бы в зачатке были. Потому что в прозе нечто подобное Пушкин нам соплемет. Все дальнейшее развитие русско-турецких отношений и в итоге Крымская война, вспыхнувшая в результате разрастания спора о правах России в Святой Земле, о правах России быть защитницей христиан в Турции и кончившейся беспримерным поражением России в Зеленоморье, подтвердили и старостовскую интуицию поэт. Но я забегаю вперед. Знаете, из-за чего началась Крымская война? Да, недавно я видел первые экземпляры вышедшего учебника для десятых классов русской истории царствия Николая Второго в авторстве Скобова. Кто хочет знать русскую историю за царством Николая Второго, покупайте книжку Александра Скобова. Она честная книжка, написанная честным человеком, который на свое убеждение отсидел. И она объективна. Это к слову. Там Крымской войны нет, но все остальное в порядке. Она не только дошкольников. Она издана довольно дешево, без иллюстраций. Но это книжка, за которую человек заплатил. Когда он мне принес ее в подарок, первое, что я сказал, Саше, это значит первый документ, который будет фигурировать на следующем вашем процессе. Вот. Он сказал, Дмитрий Сеевич, наверное, да. Вот. Так вот. Так вот, Крымская война, из-за чего она началась? Ну, в учебниках всегда писали, что экономические интересы России, да. Вот. Ну, заостряя ситуацию, я иногда говорю, что в России нет экономических интересов, мы страна бескорыстная. Вот. А если и воюем, то исключительно, да, из целей странных и высоких, или низких, но не экономических. Так вот, если в России были экономические интересы, то нами не руководствовались и прочее. А Крымская война, священная война, а знаете ли вы это? Было две священные войны. Одна война Владимира под Херсонесом, то есть в Крыму, Первая Крымская война, а в результате нее мы получили христианство. И вторая священная война, которая положила конец, на самом деле, Российской империи. Еще по инерции мы кое-что успели потом сделать, но на самом деле с Константинополем и со всем этим было покончено. Она началась из-за прав владеть ключами храма Гроба Господня, владение ключами этого храма, церковью, означало право на защиту христиан, находящихся под властью Турецкой империи. И вот за это утраченное право и началась война. Начали ее мы. Наш флот напал в Синопе, на турецкий флот, и сжег его. А потом мы героически защищали Севастополь. Вот это мы помним, что мы героически защищали Севастополь. А что мы напали и сожгли сначала флот, мы обычно не помним. Это наш такой русской обычай. Вот. Так вот, Пушкин это почувствовал. В Черновых заметках сохранил следующее осуждение поэта, которое никогда не прошло бы через цензуру. И в опубликованном тексте «Путешествие в Арзрум» от него остались лишь жалкие ошметки. А вот что я вам прочту. Есть, наконец, средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века. Ну, средство более сильное, чем война. Но этим средством Россия до ныне не брежет. Проповедание ей Евангелия. Разве истинно дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений. И никто еще из нас не подумал припоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, да ныне лишенным света истинного. Легче для нашей холодной ленности взамен у слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоти. Это был такой способ. Напечатать много-много Евангелий и заслать в АУ. Безграмотным дьяконам. Но дело сделано. Пропаганда ведется. Узнаете? Вот. Нам тяжело странствовать между ними, подвергаясь трудам, опасностям, по примеру древних апостолов и новейших римско-католических миссионеров. Ну, конечно, такого в цензуру бы не пропустил. Как же можно? Лицемеры. Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? Твой холм потряс с избранным головом. Христиане ли вы? С христианским лицами вы собирались взять Константинополь? Правильно, что не взяли? Кто из вас, муж веры и смирения, уподобился святым старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии, Америки? А кто там скитался? Не православный. Без обуви, грубящих, часто без крова, без пищи, но оживленных усердием и смиренно мудрием. Ну, что я скажу? Хорошо написал Александр Сергеевич, да? Но тоже немножко плакатно, правда? Так немножко лозунками. Потому что он все время пытался обрести образ Христа. У него же в плане написать маленькие трагедии стоял каменный гость, стоял Моцарт, я вам говорил, да? И стоял Иисус Христос. Вместо этого он написал Вальсингам. А как в Вальсингаме, ну, Вальсингам, первое время чего? Как там является Иисус, это отдельная тема. Может, доберемся когда-нибудь. Движемся постепенно. Так что некоторая есть выспренность в этих рассуждениях. Но мысли были эти. Чувствуете? И вот в это время он начинает не только писать прозу, он начинает писать поэму Тазит. На фоне подобных измышлений Пушкин начинает писать в конце 29-го года, вот когда этот мир заключен, поэму Тазит, о юноше, сыне мусульманина-адыгейца Гасуба, воспитанном неким старцем и извращенном под родной кров после убийства его старшего брата. Вот старец замаскирован жутко, как умел только Пушкин, когда он не любил попасть на Соловки после Гавриляды. Какой-то старец приводит Гасуба и говорит, я возвращаю тебе сына, поскольку твой другой сын убит, вот я его воспитал. И старец скрывается в толпе. Правда странно, господа? Ведь не поймешь, что старец-то, католический миссионер и возможно даже шотландец, потому что выясняется, что с его сыном произошли необратимые и позорные для адыгейца и для членца тоже изменения. Вот что волновало Пушкина. Воспитывая неким старцем. Тазит оказывается с точки зрения старца странно бездеятельно и троекратно проявляет преступное милосердие. Но, щадя последовательно встречах им одинокого купца-армянина, у вас же нормальный горе сможет пропустить одинокого купца-армянина. Но господь говорит, где армянин? Или его части? Понимаете? А тот говорит, отпустил я его. Жалко было. Второй раз сбежавшего от госуба раба. Кого-то встретил под горою одна сбежавшего раба. И, наконец, убийцу родного брата. Кого ты видел? Супостат. Кого, кого? Убийцу брата. Убийцу сына моего. Тазит, где голова его? А тот отвечает, убийца был один, изранен, безоружен. Все понятно? И тот его изгоняет. Из текста поэмы ничего не сказано. Может быть, тазит просто идиот. Но на самом деле понятно, о чем идет здесь? И что за старец? И эти шотландские миссионеры? И эти черновые записи Пушкина? И весь человек? Поэма осталась неоконченной. Сын уходит к чеченцам, где он, видимо, и воспитан, и там сватается к любимой девушке. Поэма осталась неоконченной. Странное поведение Тазита, прямо необъясненное в тексте, может объясняться только особенностями его протекавшего вне дома воспитания. Тем, что он тайный и убежденный христианин. Поэтому-то он не участвует в набегах, поэтому он не может никого убить. В поэме начинает разрабатываться тема встречи двух религий, двух моралей. Ставится проблема этического, а не военно-имперского, превосходства христианства. И впервые так емко выражается тема христианского милосердия, направленная, как у самого Христа, в процессе становления его взглядов и учения и по национальной армянине, и по социальной раб-линии, и по линии личной вражды, убийцы-брата. Чувствуете? Известно, что Иисус в процессе своей жизни расширялся и в социальном плане, и в национальном плане, и в половом плане. Тема милосердия и просвещения, развернутого в национальной плоскости, предвосхищает подобные же мотивы, возникшие незадолго до смерти, в памятнике. Но, к сожалению, поэма остается незаконченной. Кстати, эти же мотивы примерно в это время волнуют молодого, 16-летнего Лермонтова. Потому что у Лермонтова есть поэма о Дудайле. Вот. Не все знают. Она называется Измаилбей. Но вы знаете, что Дудаев, да? Это чеченец, да? Который получил образование в России, стал русским генералом, вернулся в Чечню и возглавил освободительное движение против России. Освободительное движение, которое действовало разными средствами, но ничуть не худшими, чем те, которыми действовало подавляющее движение. Даже лучшего. Несколько. Вот. Так вот, Лермонтов пишет поэму о реально существовавшем, в Черкесии. До того, чеченцев еще так делали, не дошло круто. Черкесы были на повестке дня, которого отец отправил получать образование в России. Он стал офицером русской армии, да? И вернулся в горы защищать свой народ. Когда началась война. А в угле детства он провел мечети кровли мирных сел все уничтожил русский воин. Нет, нет, не будет он спокоен, пока из белых их костей векам грядущим в паученье он не возбегнет мавзолей и так отмстит за унижение любезной родины свою. Ну, он борется. Там показано, как он может стоять против казаков, но не может стоять против русской артиллерии. Все в порядке. Германтов знал все заранее, не побывав на Кавказе толком еще до того, только в детстве. Ну, а в конце это кончается, что его убили. Убили по инициативе его брата, который ревновал его. К нему бросились, да? И на груде у Измаила обнаружили во-первых, медальон с женским блондинистым локоном, а во-вторых, крест. Нет, мусульманин верно Измаилу отступнику не выроет могилу. Так что не только у Пушкина в эти годы, да? Но уже с нацелетнего Лермонтова эта тема на Кавказе вертелась. Но это я так сделал отступление. И вот на полях поэмы Тазит, и вот на полях черновиков этой поэмы появляется, я уже говорил о этом, один из самых странных рисунков Пушкина. А надо заметить, что рисунки выражали многое, что он не мог или не хотел выразить словесное. Но что Пушкин был высоко талантливым, рисовальщиком, с невероятным выражением своих архетипов в рисунке, это ясно, это известно. Блестящий рисовальщик, не по школе, а по внутренней одаренности. То есть появляется один из самых странных Пушкин, рисунков Пушкина, изображающий явно памятник Петру работы Фальконе, с отчетливо изображенной скалой, змеей и конем под седлом, но с отсутствующим всадником. Я уже говорил об этом. Прочту, что я писал десять лет назад. Что сознательно или подсознательно выражал Пушкин этим рисунком, набросанным на полях поэмы о соотношении христианства и ислама, начатой после русско-турецкой войны, в ходе которой исламская ныне и христианская в прошлом столице не была взята по Пушкину из-за запрета, наложенного на прихождение этого рубежа магическим действием языческого князя Олега. Все элементы Олеговой образности на лицо и скала аналог холма и конь и змея. Изображение жмеи на рисунке особенно странное. К осени 1829 года Пушкин знал памятник досконально. Ему приходилось уже подробно осматривать и осмыслять его с Мицкевичем. Имеется другой пушкинский рисунок памятника, более натуралистический, где все на месте и змея изображена именно в той позе, в какой она лежит на скале. Здесь же в рисунке на полях Тазита не только отсутствует всадник, но и странную активность проявляет змея. Точнее, она изображена не по фальконе, а по блоку. Да, именно так, как ее опишет в 1904 году блок. И с тихим свистом сквозь туман глядится змей копытом сжатый. Змей, который в следующей страфе взлетает на воздух. Нельзя, издыхая с запрокинутой головой, глядеться с тихим свистом, готовя взлететь. Так вот, видением и другому рисунку Пушкина же змея, прижатая копытом коня, смотрит вперед, туда же, что и конь, спокойно приподняв головку и выснув жало. Активность ее больше напоминает змею из легенды об Олеге. Да и кон покинут садниками, как это имело место в легенде. Изображены те три персонажа, через коих вершил из судьбы Олега. Холм скала, конь, змея. В рисунке как бы запечатлено таинственное самостоятельное бытие и сотрудничество трех нижних образов памятника скалы волны, змеи и коня. Памятник русскому самодержавию изображен без самодержства. Каково пророчество почти за сто лет? Может быть, Пушкин ощутил после невзятия Константинополя, а взятие явно желала одна и немалая часть его души, что на скале и коне российской супернациональной государственной стены ныне всадника уже нет? Что судьба уже определяется не всадником, не Олегом или Петром, а самими конем и змеем, стремящимися и смотрящими в одну сторону к обрыву скалы? Что устремленность к Константинополю и Средиземноморью и Олегу и Петра уже не будет осуществлена ни в том, что теперь в 29-м его покинул всадник и подняла голову змея? Непосредственно перед 30-летием Пушкин делает предложение Гончаровой, сознательно пытаясь приурочить радикальную перемену в судьбе к этой дате. Он стремится вступить в брак в 30 лет. В жену он вбирает воплощенную красоту, полагая, что на любовь и печаль хватит его собственной души. Через год после «Рыцаря бедного», через год после обмена стихотворениями с митрополитом Филаретом, он пишет посвященной невесте Санет Мадонна с показавшейся во Филарету кощунственной концовкой. Но концовка в том, что ты и есть Мадонна. Вот. И вот так Пушкин вылетает на 30-й год на первую болдинскую осень. Но жениться вовремя не удается, да? И судьба завозит его в Болдин, а там слава богу холера. Потому что совершенно ясно не будь холеры, да? Вот как ужасно устроена жизнь, да? Мы не имели бы чудо Бодинской оси. У него были обрублены все мосты, к нему никто не приезжал, он никуда выехать не мог, он остался один наедине своей огромной душой, да? Очистил ее, как умел, да? И произошло то, что произошло. Он сидел и записывал, сидел и записывал, сидел и записывал, и записывал правду не сразу. Ну и тут тоже происходит кое-что. Надо сказать, что Болдинская осень достойна того, чтобы ее пройти день за днем. Но не все там имеет прямое отношение к России, а мы должны держаться в России, не правда ли? Но есть кое-что есть. Любопытно, даже не любопытно, а важно, что эти стихи Болдинской осени начинаются с стихев бесы. Они написаны в сентябре. Помните эти зимние бесы? Иются тучи, невидимкая луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна, кони стали в чистом поле. Вот такой вихрь метели, правда? До метели далеко не было там снега, я проверял в этом году. Я специально проверил. Бывает в сентябре метель? Бывает, не было. Всегда надо очень проверять погодные отчеты. Иногда вдруг выяснишь, в какой день Ахматова писала эти стихи, вот, или Блок, была в Неве высокая вода и наводнение в городе появилось. Та чисел можно вычислить. И с кем же она встречалась-то? Он говорил о летии, о том, что быть поэтом женщине нелепость, ну и так далее. Поставить данных о погоде, о наводнении в январе этого года, записи в дневнике Блок, и все так всплывает. Так что погодные отчеты вещь великая, я их всегда проверяю с точностью археолога. Так вот, метели не было. А что за это стихотворение? А знаете, как это стихотворение вначале называлось? Чатцу, бес, да? Рой за рой, непроглядной, вошлинее, визгом, жалобным и воем, надрывая душу мне. Подцветаева, которая больше, чем кто-либо, понимала в бесах и в бесовидении, вот, рассмотрела это стихотворение как чистую запись бесовидения и избавления. У нее замечательная запись, когда она крестила своего сына, Мура, а крещение производил замечательный отец Сергий Булгаков, да? То, после крещения дочка Али сказала ей, мама, а когда отец Сергий произносил слова отторжения бедств от ребенка, вы не думали, что вы рассыпетесь? Вот. Цветаева говорит, я рассказала об этом вопросе моей дочке отцу Сергия, слушал, явно, очень взволнованно. Ну вот, так вот, Марина Ивановна считала, что эти стихи это не зарисовочки. Он начинает с этого. А знаете, какая история называлась в начале? Шалость. И как пошалил, правда? Ну а возьмем словарь. А знаете, что означало слово шалость в те времена? Шалость. Ошалелый, шальной. Шалость, сумасшествие. Потому что эти стихи не шалость, правда? Но они шалость. Это сумасшествие. Он это видит. Ну, записывает, но немножко не так страшно, чтобы вас не испугать. Нельзя же написать. Но мысли о смерти неизбежны. Всегда во мне, всегда со мной, да? Нет. Мечты. Я предаюсь своим мечтам. Я говорю, промчаться Бог. Так Он говорил с нами, чтобы не соблазнить малых сих, не перенапрячь, не испугать. Шалость. А после этого Он начинает прощаться с возлюбленными. И пишет свои потрясающие стихи. С вызыванием теней. Вот. И с клятвой верности. И поцелуй свидания, и весь возлюбленный тень, наиболее потрясающий, зашифрованная под именем Лиилы. С огромной верой, что она там есть. Ну, а потом начинается слушание. Начинаются стихи, написанные ночью во время бессонницы. Вы все знаете, мне не спится, нет огня, да? Всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь под назвучением раздается близ меня. Он долго эти стихи оттачивает. Он долго пытается найти в них то, что ему надо и не находит. Вот стихи. Он подбирается. Очень важен шум судьбы, который он начинает слушать опять один с Болдина. Там были такие варианты. Парк пророчит, частый лепит, топ небесного коня. Почему не важен конь? Потом будет топ от коня медного усадника. И конь вести валет. И вот и конь блед и другие кони апокалипсиса. А тема апокалипсиса вторгается в него в эти дни болтинские. И поэтому важно, как там он это ищет. Но коня он убирает, чтобы не напугать нас. Было парк пророчит, частый лепит, топ небесного коня. Дальше нахождение. Парк ужасных будто лепит, топот бледного коня, вечности бессмертный трепет, жизни мышье беготня. А дальше снижение образа, снятие возникающего вокруг него напряжения, гармонизация внутренней ситуации, за счет некоторого обмана читателя относительно сути ночных состояний героя, гения. Снова слушаетесь первичное, да? Парк ужасных будто лепит, топот бледного коня, вечности бессмертный трепет, жизни мышья беготня. Что до нас осталось? Что он нам позволил сказать? Парки бабьи лепетанье. Вам понятно, что, называя ее бабой, он снижает? Парки бабьи лепетанье, спящей ночи трепетанье, жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня? Ах, Александр Сергеевич, парки из ужасных пророчий становятся бабами, лепят и трепет превращаются в облегченное лепетанье и трепетанье, вечность бессмертная заменяется спящей ночью, бледный конь изгоняется совсем, и в итоге получается, если буквально понимать стихи по порядку строк и внешнему смыслу, что автора больше всего тревожит жизнь и мышья беготня. Впрочем, понимающий не обманется. Вся глубинная тревога, вся неразрешимость и невыразимость ночных прорывов сознания выражена в ритмике стиха, в его дыхании и затыхании, в завершении его многоточия. И, конечно, приведенные здесь неокончательные варианты лучше соотносятся с данной в редакции Жуковского концовкой, чем с оставшейся в автографе рационально-оптимистической. Жуковский в данном случае не редактировал, он знал другой вариант концовки. У этого стихотворения было два варианта концовки. Одно, которое знаете вы. Что ты знаешь, смутный шепот, паризна или ропот мое утраченного дня? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. То есть рационально он во всех этих ночных шумах ищет смысла. И смысл может быть. Жуковский знал другой вариант. Я понять тебя хочу, темный твой язык учу. Это другое, правда? То есть не до смысла. Надо измениться. И все это створение такое. Это створение полно ужаса, ночного соприкосновения с судьбой. ищи ее беспощадным отношением к творческой личности и к чуду ее. Хотя, как он потом напишет и с влюбленностью в эту личность, как судьба убивая Моцарта заказывает ему реквием. В целом, черновой вариант с первой концовки это более адекватная запись невыразимого ночного состояния, понять которое можно попытаться лишь через постижение его нечеловеческого темного языка. Беловой вариант перевод ночного ужаса на дневной язык с гармонизацией хаоса, попытка увидеть в нем человеческий смысл и снижением напряжения. Чуть позднее древний хаос найдет своего поэта Чуччева. Весь ночной чувств Чуччев предчувствуется в не вошедших в классический вариант строках бессонницы. Итак, однажды в Болгинской ночи Пушкин причастился трепету вечности Юрусу неизбежной судьбы пережил мышиное ничтожество жизни перед их лицом. А конь, топ небесного коня рядом с парками, это скорее всего топ самой судьбы, ритм его движения. Но вот топ бледного коня, это уже скорее смерть, как орудие судьбы. Слишком прозрачная аналогия с апокалипсисом. Конь блед. Но от топота бледного коня, уже один шаг до топота медного коня, до скока всадника медного, озаренного луною бледной. Знаете ту же звукопись и те же образы? Вот так в ночи первой Болгинской осени Пушкин услышал тот скок судьбы и смерти, который, наряду с рядом других импульсов, воплотится во всаднике медном второй Болгинской осени через три года. Вот на какого коня усядется Петр в своей погоне Болезненно отверстым, ухом и оком Пушкин услышал и увидел в ночи ужасные для него образы неизмеримого, подавляющего своей огромностью жизнь и захотел постигнуть то, что привиделось. Но бледный конь не мог не ассоциироваться в сознании Пушкина с предсказанной смертью от белого коня. В связи с этим сама грядущая смерть и посмерти приобрели апокалиптические очертания. И тогда понятно, почему тогда же, через несколько дней, Пушкин пишет апокалипсическую песню, опубликованную под названием «Герой» с эпиграфом, эпиграф простенький. Что есть истина? В луче, идущем от бессонницы становится яснее, что в герое Пушкин в подтексте противопоставлял человеческое милосердие, а если его нет в реальности, мечту о милосердии, образ его, чему-то всевластному, безразличному к личности, всеуравнивающему, тому, что на земле воплощено в бессмертной пошлости людской, и что по своей всесильности и вездесущности может презентовать наименование правды, суммой истин, но при встрече с милосердием оказывается тьмой. Беда Пушкина в том, что в конкретном тексте героя луч, идущий от элегии и бессонницы, пересекся с лучом имперской тьмы, идущим от Наполеона в чумном госпитале и от Николаевка в Лерне-Москве. Объясняю, потому что не все знают это стихотворение. Это стихотворение, которое Жуковский, Господи прости, Василий Андреевич, который был прелестным человеком, даром, что рожденок в Турчанке, вот, но одновременно хотел все примирить, сгладить. Он нашел стихотворение в бумагах Пушкина и притащил его в семье государя. И семья государя проследилась и сказал, что вот все-таки Пушкин был совсем не такой плохой человек, как мы думали. Так что это стихотворение сыграло и эту роль. И вот эта тайна, когда у Пушкина вот эти высокие, идущие от судьбы и от внутренней тайной, трагической религиозности, линии пересекаются с лучом имперской. О чем стихотворение? Это разговор поэта с читателем, который спорит на всяких темах и говорят о теме героя. Существует ли герой или не существует герой? И, наконец, поэт, который отстаивает героя, говорит, что вот я вижу и вижу я его не в победах, не зятин ты кесаря на троне. А кто был зять кесаря? Наполеон. И, знаете, говорит, что он видит Наполеона в госпитале в Северной Африке, в Яфе, где лежат чумные больные, где чума охватила и солдат Наполеона. И Наполеон посетил чумной госпиталь и прошел между рядами, чтобы ободрить своих солдат. Где правда в статике? Потому что нашлись историки, которые стали говорить, что он не посещал чумного госпиталь. Ну, Пушкин знал этот вариант. Правда в следующем. Он посещал чумного госпиталь. Но правда, что он прошел там, улыбаясь им, наклоняясь, но придерживая у рта платок у носа, который был смочен раствором, который считался предохраняющим. То есть правда где-то посередине. Но Пушкина и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами клянусь, кто жизнью своей играл перед сумрачным недугом, чтоб ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небо другом, каков бы ни был приговор толпы слепой. А читатель отвечает, мечты поэта. Историк строгий гонит вас. Увы, его раздался глаз, и где очарование света. Что отвечает поэт? Первую строчку я не помню, но сейчас, но главная строчка известна. Тьмы низких истин нам дороже, мне дороже, нас возвышающий обман. Представляете, какая опасная форма? Истины оказываются множественными, да? Они оказываются низкими, хотя они и правда. Им предоставляется возвышающий обман. А перед этим, знаете, какая строчка? Да будет проклят правды свет. Правда, он и говорил. Да будет проклят правды свет, когда посредственно стихладные, какой-нибудь он угождает. да будет проклят правды свет, когда он угождает посредственности. Да. Что происходит? А какая подоклека этого стихотворения? От войны. Дело в том, что он написал Наполеон. Но в этот момент Пушкину уже было известно, как Николай останавливал в столице холерный бунт. И как он выехал к холерным бунтующим и беседовал с ними. И поэтому читающие стихотворения видели Наполеоне, что он знает дату его написания, замаскированного Николая. И поэтому прослезивился императорская семья. Но мысли Пушкина огромны. И тут он выходит на тему, да, истина, да, и милосердие. А если его нету на земле, да, то хотя бы в мечтах, в образе. И здесь мы выходим на огромную тему, которая связана и с Россией и со всем. Вот, ее мы затрагивать будем неоднократно, но вот, собственно, мы отработали все необходимые подходы к медному всаднику. В следующий раз мы начнем с медного всадника. Медленно, строчка за строчкой. Который вбирает в себя чрезвычайно милкает. А на этом сегодня все, да? Вот, я сегодня на вопросы не отвечаю, быстро иду. Аля, быстро на выход, бери пальто и жди меня внизу. Продолжение следует...